Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказал. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. Сегодня на Радио Болтком очень хороший полдень. Мы в полдень с вами будем говорить об очень интересных, важных, добрых и полезных вещах. У нас очень хороший повод. В Латвии вышел сборник под названием «Православные святыни Латвии». Это культурно-исторический путеводитель по храмам, монастырям и святым местам. Кто смотрит сейчас нашу видеотрансляцию, вот таким образом он выглядит. Это сигнальные экземпляры. И гости в нашей студии – люди, которые придумали это издание. И осуществили его энтузиасты, исследователи. Это моя коллега Наталья Захарьят, журналист. И у нас в гостях Инна Киня Ефросинья Седова, доктор истории и археологии, магистр богословия, исследователь Даговпилского университета. И многолетний редактор церковной газеты. 23 года сестра Ефросинья возглавляла производство вот этой газеты. И сейчас мы расскажем вам об этом проекте «Православные святыни Латвии». Что это такое, для кого это, где мы сможем получить эту книгу, и почему, в принципе, это такое значимое событие для абсолютно широкой светской аудитории. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Здравствуйте. Веду эфир я, Ольга Авдевич. И расскажите, пожалуйста, какие материалы легли в основу издания? Ну, начнем, наверное, с того, что проект родился после ДАМ. И на основе такого большого проекта газеты «Суббота», еженедельника «Суббота» в 2008-2009 году там был проект, который назывался «Православные святыни Латвии». Он выходил по благословению нашего митрополита Рижского и всея Латвии Александра. И, в принципе, этот был такой долгосрочный проект, в рамках которого рассказывалось об основных храмах Риги, Лепы, Далгопилса и маленьких городов Латвии с контактной информацией, с краткой исторической справкой. Вот эти материалы этого проекта, который выходил в течение года, года даже полутора лет, вот они легли в основу этого сборника, этой книжки. Идея родилась, в принципе, ее даже не надо было рождать, потому что она была на поверхности. Так случилось, что у нас нет путеводителя по храмам и монастырям Латвии, у нас не было. Есть справочники, я думаю, что сестра Эфросиния расскажет. Есть издания отдельные, скажем, они уже такие церковные, но это не путеводитель для простого паломника и для туриста. Тут мы решили, наверное, Латвия была одной из немногих стран, где под одной обложкой общая информация о храмах не была собрана. И вот появилось это желание все-таки собрать, сделать путеводительный у нас такого небольшого формата, формата опять, который можно положить в сумочку. Тем более сейчас, почему еще вспомнился проект газеты «Суббота», потому что пришло время пандемии. Мы все стали ездить по Латвии, все стали открывать для себя свою родную страну по-новому. И это логично, что нам хочется знать, проезжая какие-то знакомые города и поселки, ты хочешь знать, где какая церковь стоит. И, кроме того, мы действительно не знаем настолько ценных и важных святынь. Сегодня, кстати, у нас день обретения Яковштадской иконы Пресвятой Богородицы. Большой праздник, одна из главных святынь в православной Латвии. Значит, чудотворная икона. И, естественно, ей в путеводителе посвящена отдельная тема. Но вот я так думаю, что для людей, которые, может быть, двигаются только в сторону веры и церкви, для них в этом путеводителе будет очень много открытий, потому что те, которые ищут, скажем так, Бога или пытаются интересоваться вопросами православия, веры, они у нас, как правило, отправляются в соседние страны, к святым мощам, которые находятся в других странах, в Греции, в Италии. А то, что у нас есть уникальнейшие святыни свои здесь, в Латвии, наверняка очень многие не знают. Вот. Так что это такие, одни из основных, я просто перечислила причин, как этот сборник появился. Ну, наверное, я дам продолжить слово у нас уже человеку, который непосредственно, наш научный консультант, путеводитель. Я очень рада присутствовать в этой редакции, очень волнительно, небольшой мандраж. Надеюсь, я справлюсь со своей такой обязанностью и поручением. Ну, хотелось отметить, что это важное событие в жизни не только православия, но и христианства, потому что издан первый путеводитель по православным храмам, храмам именно Латвии, какие-то попытки были до военный период. Был известный такой историк Сергей Сахаров, который подготовил такой обширный справочник по храмам Латгалии. Но военные события Второй мировой войны не позволили продолжить ему дальнейшее изыскание на эту тему. Поэтому я считаю, сегодня такое важное событие. И хотелось бы, конечно, в этой связи отметить и вклад моего учителя, профессора, доктора истории Гаврилина Александра Валентиновича, который очень родил именно подготовки такой литературы для такого широкого круга читателей. Потому что у нас практически недостаточно и вообще очень мало литературы такой публицистической о православии. Не так давно вышли такие хорошие академические издания православные храмы и прихода на территории Латвии с 13 века по 21 век. Александр Валентинович был научным консультантом. И второй такой монументальный труд – это православные архиереи, священники, диаконы, псаломщики, учители и регенты, служившие на территории Латвии с 1710 по 2019 год. И вот здесь как раз в путеводители шла такая очень напряженная работа, сверочная такая работа. И вот именно эти справочники явились такими энциклопедическим материалом для точных сведений. Ну, хотелось немножко рассказать вообще о путеводителях. Наверное, нашим слушателям и нашим зрителям будет интересно знать, что путевые очерки или памятники ополомнической литературы, они появились достаточно давно. Вот первое упоминание было, это V век до н.э. у Геродота. Затем в Древнем мире появились такие здания, как дорожники. Дорожники, значит, на Руси уже немножко другое было название. Было название «хождение». И одно из первых – это Киевская Русь, это XII век, «хождение игумена Даниила в Святую Землю». Затем, наверное, наши слушатели слышали о «хождении за три моря» купца, тверского купца Афанасия Никитина. И вот сейчас, в настоящее время, я занимаюсь исследованием наследия, эпистолярного наследия семьи Мансуровых. Это люди, которые стояли у истоков создания Рижского женского Свято-Троицкого монастыря. И вот как раз их отец, сенатор Борис Павлович Мансуров, он готовил несколько путеводителей по Святой Земле. Они были рассчитаны для такого простого паломника. Так что я считаю, что путеводитель православной святыни Латвии – это такое знаковое событие. Вот именно в продолжении, в продолжении такой исторической, исторических исследований и подготовке материалов по очень актуальной теме. Очень хорошее название «Дорожник», потому что то, что я не упомянула, что самое главное – это в путеводителе развернута представлена информация о 52 храмах. Всего у нас действует на территории Латвии… Это где? Порядка 130 храмов. Да, у нас упоминаются все храмы, есть перечень всех храмов и, соответственно, их адреса. 52 храма с развернутой информацией, и вот в этой развернутой информации есть контактные данные, что очень важно. Это телефон, адрес, расписание богослужений. То есть расписание богослужений для, скажем, широкой публики – это действительно очень важная информация, потому что если прихожане своего храма, они наизусть знают время начала богослужений, а если они в какой-то большой праздник хотят пойти, например, на Троицу в Троицкий, на Успение в Успенский, они могут открыть и посмотреть, во сколько в этих храмах происходит. Там есть контактные телефоны, по которым можно позвонить, уточнить какие-то вещи. Плюс по каждому храму дана информация о престольных праздниках, и перечислены особо чтимые святыни этого храма. Чтимые образы и святыни, и святыни, которые находятся в храмах. И вот краткая история, о которой как раз в основу которой легли книги, которые перечислилась сестра Ефросиния. То есть это такой действительно дорожник, который возможно положить с собой в сумку, по содержанию найти любой город, который ты проезжаешь, и посмотреть, какой там находится храм. Или наоборот, если интересует какая-то конкретная святыня, то ты можешь уже достаточно быстро сориентироваться и понять, как туда добраться. У нас даже есть отдельные такие вставки, как добраться, допустим, с Пасо-Преображенскую пустынь под Елгавой. Потому что до сих пор я знаю, что многие все равно путаются. Туда можно проехать, в принципе, удобнее всего на своей машине, а на автобусе это уже не так просто. И если к нам будут приезжать туристы из отдаленных городов Латвии, то им уже сложно самостоятельно это найти. А здесь они смогут легко и просто в нашем справочнике понять эту информацию. Конечно, этот справочник будет интересен тем, кто просто даже интересуется историей Латвии. Потому что история православия на территории Латвии, вот сестра Ефросиня сказала, с 13 века. И в предисловии у вас сказано, значит, что священнослужители, общественные деятели, святые подвижники, которые внесли вклад в становление и развитие православия Латвии. И это такой огромный спектр именно исторических каких-то взаимосвязей Российской империи и территории Латвии. Это князь Багратион, это Иоанн Кронштадтский, это императоры Александр II, Александр III, Николай II, великая княгиня Елизавета Федоровна, канонизированная. Можно еще вставить Николай I. Он особенно так проявлял интерес к строительству храмов. Именно на территории Лифляндии и Истляндии. И даже был подготовлен специальный проект, и он лично утверждал. И вот многие храмы-видземы, вот эти такие красивые, они вот именно первые храмы, это вот типовые проекты, это был утвержден Николаем I. История православия, Вы сказали, начинается с XIII века. Какой самый древний храм считается на территории Латвии, именно православный? Ну, если рассматривать Старую Ригу, в Старой Риге существовал такой русский конец, русский конец, где вот компактно находились и проживали русское купечество, которое приезжало и вот по Двине, вот с плотами, доставляло сюда товары, и вот из Новгорода доставлялись какие-то грузы. И там находился первый храм святителя Николая. Это где-то улица возле Сайма. Возле Сайма это вот русский конец. Значит, дальнейшая история, она достаточно очень так трагична для православия, потому что войны и период владычества ордена, затем реформация, и только после Северной войны, после Северной войны начинается такое, ну вот более успешное, если можно так сказать, вот именно появление русского населения и вот православных храмов. Ну, первые храмы, конечно, значит, по некоторым данным, всё-таки храм возле Ивановского кладбища, Казанской иконы Божией Матери, вот считают специалисты, один из таких старинных храмов, один из старинных храмов, деревянный храм, он сегодня есть, он существует, но богослужения в нём очень так эпизодически проводятся, то есть храмы есть, храмы есть, есть деревянные, есть каменные, но вот именно после такой знаковой, такая раперная точка, это после завершения Северной войны появление их. И после Северной войны Пётр I приказал восстановить разрушенный храм, и на территории старого города, там, где сейчас католический храм Марии Магдалины, это был православный храм, и у вас там есть очень интересная информация, связанная и с поэтессой Ириной Адоевцевой, и с женой Михаила Булгакова, Еленой, которая стала прообразом булгаковской Маргариты. То есть я хочу обратить внимание, что это действительно интересное чтение, просто даже с точки зрения исторической. Там есть очень много интересных фактов, о которых, в общем-то, широкая публика даже не знает и не слышала. Вы вот сейчас упомянули, это Алексеевский монастырь, Алексеевский монастырь, но если быть справедливости ради, следует сказать, что первоначально там существовал женский цестерианский монастырь, это где-то порядок, наверное, XIII век, и вот, но после, ну, в силу каких-то исторических событий, значит, он на этом месте он находился до реформации, после реформации он уже превратился в приходскую церковь, и вот именно по указанию Петра I, вот эти развалины были отреставрированы, и вот там в дальнейшем было архиерейское подворье православных архиереев. Ну и сейчас можно видеть это консистория, и где пребывает католический архиепископ Збигнев Станкевич, вот там находится его резиденция, и там вот большой храм. Ну вот так. А я бы добавила ещё, что от времён давних протянула бы ниточку к нашим дням, и скажу, что в нашем путеводителе ещё очень много информации о замечательных батюшках и священниках, которых многие наши современники помнят, и, к сожалению, уже сегодня нет, но многие из нас имели возможность с ними общаться, это исхия архимандрита Гафангел Савченко и метрофорные протеереи Георгий Тайлов и Пётр Смыковский. Протеереи Серафим Шенрок. Да, протеереи Серафим Шенрок, то есть их очень многие помнят и чтут их память, и мы постарались максимально сжато, но интересно о них рассказать, вот в рамках каких-то историй конкретного храма, где они служили, о них можно прочитать, и это наверняка будет очень дорого для тех, кто их помнит. И истории, они, опять же, вот как говорила Оля, они для широкого круга людей, человеческие. Я думаю, что будет интересно это не только православным, а вообще и христианам, и людям, которые интересуются историей Латвии, историей Балтии, потому что тут очень интересные такие описываются и персоны, и их судьбы, то есть которые внесли значительный вклад именно в христианство Балтии. А я бы даже упомянула, что вот у сестры Ефросини вышла книжка не так давно, это служение митрополита Вениамина Федченкова на Рижской кафедре с 1948-1951 годы. Наталья, можно вот на камеру показать? Это книга, она доступна в книжной сети «Полярис» по всей Латвии. Мы о владыке Вениамине тоже, естественно, говорим в путеводителе, но вот полный такой большой труд. Ну, это большое исследование его служения. Он служил в Рижской епархии три года. Три года, и вот как раз здесь описывается его деятельность. И знаменательна ещё эта книга тем, что в этой монографии приводятся его фрагменты дневника посещения именно Латвии в течение трёх лет, приходов. И вот он здесь описывает послевоенный период, 49-й год, сложности такие большие, но тем не менее люди как-то заботятся о храмах. Так что это можно, вот кого это интересует, можно посмотреть вот в этом источнике. Сейчас мы буквально на две минутки прервёмся на рекламу и продолжим рассказ о новом культурно-историческом путеводителе православной святыни Латвии. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем нашу программу и гости нашего эфира, авторы проекта, издания путеводителя, культурно-исторического путеводителя православной святыни Латвии. Это журналист Наталья Захарият и Иннокене Ефросиния Седова, доктор истории археологии, и наша гостья имеет степень магистра богословия и многолетний редактор церковной газеты «Виноградная лоза». Мы продолжаем говорить о новом издании, которое вышло, о путеводителе по православным храмам Латвии. Вот мы уже упомянули, что практически в каждом храме, при упоминании каждого храма, мы перечисляли особо чтимые святыни этого храма и иконы. И вот, например, у нас есть совершенно еще новый храм в Балдарае, храм новомучеников и исповедников российских, очень красивую большую храму, значит, только продолжает обустраиваться. Но в этом храме удивительное собрание новых, новонаписанных икон, и одна из них, вот, наверное, вы меня подтвердите эту информацию, по-моему, больше такой иконы нигде нет, она называется «Святители латвийские». Это икона, на которой изображены четыре пастыря, четыре архипастырей, которые в разные годы руководили рижской епархией, возглавляли рижскую епархию. В разные столетия, да. И все четверо канонизированы в лике святых. Вот это тоже, я думаю, что не все знают, даже, может быть, из наших прихожан, просто эту информацию не сопоставляли, что у нас четыре архипастырей, канонизированы в лике святых. Это, в первую очередь, священномученик Иоанн Рижский, это священноисповедник Агафангел Преображенский, священномученик Платон. Кульбуш. Кульбуш, да. И святитель Филарет Черниговский. Черниговский, да, Гамилевский. Вот, матушка, если можно, расскажите нам немножечко о том, как... Это же тоже удивительная такая история, что в Латвии так много служило выдающихся православных подвижников, почитаемых, в принципе, во всем православном мире. И они жили в Латвии. Хотелось бы, конечно, свое внимание заострить на служении Филарета Гумилевского. Это удивительный человек, очень образованный. Его направили вот сюда в Рижскую епархию. Положение было сложное. Это первая часть XIX века. Во-первых, очень сильная партия немецких баронов, лутеранского пастырства немецкого, которое очень противодействовало вот именно такой активной, интенсивной православной жизни. Пришлось очень много претерпеть епископу Филарету. Постоянно шли какие-то такие жалобы, жалобы в Санкт-Петербург о том, что он поддерживает движение перехода. И вот надо... В этой связи стоит сказать, что этот период обусловлен переходом. Это 1845 год. Переход латышей из лютеранства в православие. Это было огромное такое движение, которое вот началось в Идземе, вот среди общин генгутеров. Это знаменитый проповедник, потом в дальнейшем это православный пастырь, Давид Балуадис. И вот как раз вот эти события пришлись на служение владыке Филарета. Насколько это было сложный период, он описывает в своих дневниках. Это можно вот найти издания, посвященные вот этой истории. Как можно объяснить, что вот в этот период такой массовый переход лютеран в православие начал происходить? Ну, во-первых, самосознание. Как-то самосознание латышского народа, особенно вот регион Витземы, очень такой сильный был. Его такое богоискательство было. И вот как раз вот среди генгутеров были такие яркие проповедники, среди которых я уже упомянула, Давид Балуадис. И вот они обратили внимание вот именно к православию, к истокам, к наследию святых отцов. И вот это как-то вдохновляло людей вот именно в поиске вот своих корней, вот христианских корней. И вот началось это движение. И владыка, конечно, поддерживал, но вот так открыто он не мог это поддерживать, потому что со стороны, конечно, немецких землевладельцев было такое противодействие очень сильное. Он выпустил... Он ещё известен тем, что он такой известный был церковный богослов, такой плодовитый писатель. Он подготовил несколько таких научных трудов, и он оставил такой заметный след в истории Рижской епархии. Под стать ему был вот назван архиепископ, и впоследствии он станет митрополитом. Это Агафангел Преображенский. Преображенский – это уже начало, значит, конец XIX века, начало XX века. Он один из первых приветствовал очень такие интересные вот эти такие инновации и в технике, и устраивалось что-то и в Христо-Рождественском соборе, это Кафедральный собор рижских архиереев. То есть он очень огромное внимание уделял вообще просвещению такому активному, деятельному... Его даже называли электрическим архиереем. Электрическим архиереем. Да-да-да. Необыкновенный был человек. Электрическим, потому что... Он провел электричество в Христо-Рождественский кафедральный собор. Да, один из первых, и это была такая очень интересная новинка. Упомянули уже священноисповедника Платона Кульбуша. Платона Кульбуша, период его пришелся, это Первая мировая война, это германская оккупация Риги. И вот период очень сложный. В это время владыка очень большое внимание, конечно, уделял и церкви, и церкви именно рижской епархии, приходом, людям как-то поддерживал. Об этом тоже есть литература, есть источники, которые можно прочитать. И, конечно, это 20 век, 1921 век, когда прибывает в Ригу из Пензы архиепископ рижский Иоанн Помер по благословению святейшего патриарха Тихона. И здесь начинается такое собирание, собирание православия, его такая активная, активная жизнь. То есть вот вышеперечисленные архиереи, святители, это действительно такое, ну, это украшения, это святые, святые, которые сегодня могут нам дать и утешение, и утешение, и поддержку. Наши, что там говорить, времена всегда очень сложные, очень сложные. Поэтому для тех, кто интересуется историей вот Латвии, Балтии, я думаю, что вот жизнеописание этих святых людей будет очень интересно, полезно и, ну, для души утешительно, если можно так сказать. И если можно, я добавлю, что поскольку у нас путеводитель по храмам, монастырям и святым местам, добавлю, что также в путеводителе у нас есть в Латвии действительно святое место, это место убиения священномученика иоанна Помора, иоанна Рижского, оно находится в Риге. Вот я, например, много лет даже не знала, что это территория Риги, потому что это место называлось Озулн-Кансом когда-то, и это дача латвийских архиереев много лет была, там же и произошла эта страшная трагедия. То есть где это находится в Риге? Это находится место у нас за академией спорта, спортивной академией. В путеводителе подробно всё рассказано, вплоть до того, где повернуть направо, где повернуть налево, потому что знаков там, к сожалению, пока никаких нет. Указателей. Указателей, да. Вот, но мы постарались здесь объяснить подробно. Каждое воскресенье в три часа дня, в любое, при любой погоде, там проходит молебен священному ученику. В воскресные дни, да. Да, да, в воскресные дни в три часа. Вот, и тоже постарались, используя наши источники исторические, собрать как-то, структурировать всю информацию об этом месте и рассказать. И есть, конечно же, и фотографии. И надеемся, что это место со временем только будет всё более-более привлекать паломников и просто людей, интересующихся историей. Не только паломников. Я думаю, это, ну, очень интересное такое место. И вообще, для тех, кто интересуется историей, историей своего края, допустим, Риги, там есть что посмотреть. Старинное рядом и еврейское кладбище, кто желает посетить. Так что это место действительно заслуживает внимания. А с точки зрения интересных исторических сюжетов, связанных с разными точками Латвии, вот мне, например, очень запомнился сюжет, это Стамирена, это Гулбан, Гулбанский край, да, и там удивительная церковь, удивительная история и связана в конечном итоге и с итальянским писателем Томмазо де Лампедузой, и через него можно перекинуть мостик даже Аллен де Луну и Клаудио Кардинала, знаете, каким образом, потому что этот итальянский писатель, он женился на одной из дочерей владельцев этого имения, храм был построен их предками тоже для русской жены, немецкого графа, и Лукино Висконти снял свой знаменитый фильм «Леопард», в котором, в общем-то, действия происходят практически на этих территориях, и там очень романтическая история любви, связанная с кристаллами, которые владельцы имения подарили свой свадебный подарок для украшения креста этого храма, то есть там вот такие сюжеты расписаны. Плюс есть интересное очень место в Резакнанском крае, связанное с героем 1812 года Яковом Кульневым. Генералом войны, известным, очень известным таким генералом, действительно, там необыкновенные, необыкновенные, захватывающие такие истории, я думаю, что вот для семейного, семейных поездок это будет очень такое увлекательное путешествие. Есть удивительный храм еще в Угалы, у нас где можно поклониться иконе достойной есть, иконе Пресвятой Богородицы, которая специально для этого храма была написана на Афоне, на Святой горе Афон, и оказывается, эта икона, то, чего я лично не знала, что с ней проходили крестные ходы в свое время по Лифляндии, это очень маленькое такое, по дороге те, кто едут в Энсплс, оказывается, что можно заглянуть в такой маленький городок Угалы и поклониться настоящей святыне. Ну, и, конечно, для просто широкой публики несомненный интерес представляет информация о чтимых и, ну, как люди говорят, просто сильные иконы, да, и там в путеводителе есть информация, где какая икона, история ее написания, очень много прибывших с Афона. Очень многие иконы как раз вот в конце XIX века писались специально в подарок для от храмов Лифляндии, Лифляндии, и вот они сейчас находятся, это в Риге можно, в Троице-Задвинском храме вот чтимые иконы, которые вот написаны на Афоне, в том числе вот в уголе в женском монастыре, там очень много святынь и со святой земли, и вот иконы написаны афонскими изографами, иконописцами, так что я думаю очень интересно. Есть иконы, которые мироточат, да? Да. Там тоже есть материалы в этом путеводителе, и это такая очень дорожная карта, замечательная для наших паломников, для наших вот путешественников, и вообще для тех, кто интересуется вопросами культурологии. И знаете, вот у меня вот в процессе работы над путеводителем, когда ты изучаешь историю, вот что меня поразило, насколько скрупулезно раньше, да, до советского этапа выписывали в каждом храме свою историю, то есть вплоть до того, до прихожан, которые сделали какой-то дар храму, были известны абсолютно все прихожане поименно, да, конечно, это очень печально, что у нас этого, сейчас это постепенно начинает, это возвращается традиция, да, но она утрачена была в советский период, к сожалению. Если можно к вам вопрос, к сестре Ефросинии, а вот как случилось, что Иннокиня стала заниматься все-таки такой историей и археологией, и стала доктором наук. И по первой специальности вы финансист, У меня я поступила в Латвийский университет, закончила экономическое отделение, вот финансовое у меня образование, работала я в Министерстве торговли, после этого как-то начались, начался этап богоискательства, и вот поэтому как-то встречи, я крещена была с детства в соборе, в Христорождественском соборе, до его закрытия, у меня очень верующим был крестный отец, и я поняла, что в жизни есть очень важные, есть важные очень такие для меня лично, и история, это все-таки наверное связь с Богом, с христианством, и вот встречи произошли такие знаменательные с интересными священниками, отцом Серафимом Шенраком, с отцом архимандритом Кириллом Бородиным, архимандритом Виктором Мамонтовым, которые как-то мне помогали найти ответы на мои вопросы, на мои вопросы, и вот состоялась встреча с будущим митрополитом Александром, и поступило предложение возглавить газету, церковную газету «Виноградная лоза», и вот я 23 года возглавляла ее, являлась главным редактором, и вот в ходе вот этой работы очень много было накоплено материалов о истории православия, о истории Латвийской Православной Церкви, о истории православия в Балтии, в Эстонии, в Литве, и встреча с доктором Гаврилиным как-то сподвигла меня заняться исследовательской деятельностью, потом дальнейшая учеба в Святотехновском Богословском Институте в Москве и вот продолжение учебы на Теологическом факультете Латвийского Университета, и, конечно, такая финальная, финальная часть завершения этого образования, это докторантура Догопилского Университета, и вот эти все годы я продолжала собирать исторические источники по истории православия, которые вылились в несколько монографий многочисленные публикации в академических изданиях на нескольких языках, на русском, латышском, английском языках, то есть они как-то востребованы, и мои коллеги по университету как-то приветствуют мою такую деятельность, и вот такая моя краткая история моей такой исследовательской деятельности, конечно, состоялась благодаря моим учителям, и духовным учителям, и светским учителям. Скажите, а у вас в Латвии и в Риге есть икона или храм, место, связанное с историей православия, которое особенно близко вам лично, по душе? Наверное, таких мест несколько. Это Рижский монастырь, конечно, Троицкий собор, когда-то бывший монастырский собор, и Покровский храм, это старинный храм и Покровское кладбище. Там упокоились известные русские деятели, общественные деятели, военные деятели, и вот там как раз большое такое захоронение Сестринское с Егуменем Евгением Постовской с сестрами, ее папа упаковился, генерал Захарий Постовский, смоленский дворянин. Ну и, конечно, пустынь, конечно, пустынь, это необыкновенное место, такое уединенное, и оно располагает и подумать о жизни, о себе, и встретиться, встретиться и побывать, вот там удивительное такое есть место, вот кладбище, не только монастырское, но там есть захоронение, воинов Первой мировой войны, поэтому как-то оно таким философским размышлениям очень так способствует, и я думаю, что оно просто интересно даже и побывать, и вот кто не был, вот в Алгунде, посетить эти места, они действительно очень такие и красочные, и очень такие много эмоций там можно получить, вот таких положительных. Наш эфир подходит к концу, и наверное, мы должны сказать, где потенциальные читатели могут найти информацию о том, как им получить этот путеводитель. Ну, скажем, со следующей недели, нельзя дать гарантии, что прямо с понедельника или вторника, но на следующей неделе путеводитель можно будет прийти и взять в библиотеке Михаила Николаевича Задорнова, имени Николая Задорнова и Михаила Задорнова, которые находятся в Доме Москвы. И, кстати, там после реконструкции библиотека переехала на первый этаж и очень красиво и удобно там сделано всё. Так что можно будет сразу же найти, это как входите в Дом Москвы и первый поворот после лестницы направо вы увидите. Можно взять будет этот путеводитель. вы можете там приобрести. Конечно же, это, наверное, путеводитель появится и в наших туристических центрах, следите за рекламой на страничке в Фейсбуке «Православная Рига». Мы обязательно будем там информировать, где путеводитель будет появляться, как его можно взять. «Православная Рига» страница на Фейсбуке. Русские, кириллицы, да? Да, кириллицы русскими буквами «Православная Рига». Спасибо за такой интересный рассказ. Напоминаем, что нашими гостями были авторы идеи и те, кто реализовал эту замечательную идею, православный путеводитель, культурно-исторический путеводитель по православным храмам и монастырям Латвии, журналист Наталья Захарьят и Иннокене Ефросиния Седова. Спасибо вам за такой содержательный рассказ. Всего доброго и следите за информацией на сайте mixnews.lv и на страничке «Православная Рига». Эфир провела я, Ольга Авдевич. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Радио Болтком.